МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В пресс-релизе говорится о музыкальных школах, образовательных учреждениях и тому подобное прочее. То есть не совсем понятно, есть ли там театры, филармония. Детские сады. Детские сады, массовые мероприятия. То есть школьников уже отправили по домам, а студентов уже отправили на дистанционное образование. Ну, во втором части у нас, кстати, будет театр Наспаской, в том числе главный режиссер Егор Чернышев. Они будут рассказывать о театральной лаборатории, разбор вещей. И заодно мы у них как раз поинтересуемся, предвидится ли какие-то ограничительные мероприятия в театре. С 11 часов, насколько я понимаю, в Кирове проходит заседание оперативного штаба по борьбе, по профилактике, пока по профилактике с коронавирусом. Поэтому, возможно, некоторые задержки будут у нас в плане спикеров, с которыми мы будем общаться. Должны выйти на связь сегодня и Александр Петриский, это начальник департамента образования, и Николай Целищев, директор лицея информационных технологий. И люди из правительства. Узнаем, как вообще будут работать эти ограничительные меры. Школьники на каникулах, как будут учиться, как будет вестись дистанционное обучение в опорном ВУЗе. Насколько я понимаю, поправь меня, если я путаю, тоже, по-моему, со вчерашнего или сегодняшнего дня перешли они на дистанционное обучение. Насколько я знаю, они вчера объявили, а сегодня они уже по домам. То есть вот так, такая ситуация. Ну, на самом деле, 211-101, слушатели, звоните, рассказывайте, возможно, ваши дети в школах, студенты уже действительно опробовали на себе каникулы. Я не знаю, как же, кстати, школьники, это каникулы, прям каникулы или обучение продолжается? Ну вот уточним, наверное. Конечно, уточним, но у нас, когда даже по поводу мороза или гриппа закрывали образование, в общем, очное, тогда нас отправляли домой, говорили, это карантин или каникулы, но всегда задавали столько много домашнего задания, что ты не мог расслабиться и спокойно, не знаю, полежать на диване, посмотреть телевизор. Я думаю, что с этими школьниками, еще как развились все интернет-технологии, все вот эти вот онлайн-уроки, какие-то проверки через интернет, электронные дневники. Да, то есть вряд ли школьникам придется расслабиться. Скорее всего, наоборот, но учителя подумают, что ладно, дома сидеть будет веселее. Так, я понимаю, сейчас, наверное, подключится к нам уже Николай Евгеньевич Целищев. Это директор лице информационных технологий. Номер 28, да. Николай Евгеньевич? Да, да, здравствуйте. Ага, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с какого дня действуют у вас ограничительные мероприятия? Действуют ли уже? Да, действуют, естественно, с сегодняшнего дня. Ага. Мы тут вот задали с Соней вопросом, это каникулы просто внеплановые или ребята все же будут выполнять какие-то домашние задания, что-то будут им давать? Ну, мы решили не очень сильно изменять тот график работы, который у нас запланирован был заранее. Поэтому вот эту неделю мы все-таки проводим работу в дистанционном режиме, а со следующей недели начинаем наши традиционные весенние каникулы. То есть эту неделю еще образовательный процесс будет вестись? Да, в полном объеме, но дистанционным методом. А как дистанционно? Это то, что преподаватель выходит в онлайн, но он же не может видеть всех своих учеников, и ученики просто смотрят лекции? Почему не может? Современные технологии это уже позволяют делать. Дело в том, что мы же все-таки лица информационных технологий, поэтому есть масса способов вести работу в дистанционном режиме. Вот элементарное задание, самостоятельное задание детям, которое можно разместить через электронный журнал, а затем проверить выполнение этой работы до полномасштабного урока в дистанционном режиме, когда ребята будут выполнять определенную работу и сразу же получать учителя ответа о том, как они выполнили. Можно общаться в виде всех детей в системе, которую, в принципе, мы сейчас практикуем уже давным-давно. Так что это все вполне реально. Ну, то есть такой опыт уже был у учреждения? Да, у нас уже, когда целые классы выводились на карантин, то есть мы проводили уроки, даже уроки проводили в дистанционном режиме, когда я сидел на своем рабочем месте и видел всех своих детей, которые сидели у себя дома. Как школьники отнеслись к таким каникулам? С пониманием, особенно учитывая старшеклассников, которые прекрасно понимают, что пропущенное время – это все-таки время, которое, скажем так, они могли бы потратить все-таки для подготовки, прежде всего, к единому государственному экзамену, который для них все-таки очень важен. Конечно. А вот скажите, пожалуйста, 28-я школа, лице информационных технологий – это всегда заведение, где много олимпиад, каких-то обменных программ, вот этих всех курсов, стажировок. Как это сказалась, вся сегодняшняя ситуация, вот на поездке, какие-то там экспедиции, ребят? Ну, вот в данном случае, конечно, приходится учитывать, ну, в данном случае, может быть, не именно то, что произошло именно вчера. Дело в том, что мы готовили с ребятами конференции, которая должна произойти в Индонезии. Но вот, судя по последним сообщениям из этой страны, большинство стран, особенно европейских стран, отказались уже от участия конференции. Поэтому похоже, что конференция отменяется, и очень жалко, что, к сожалению, в этом году мы, наша команда наших ребят, старшеклассников, наверное, в этой конференции уже не примут участия. Но мы прекрасно понимаем, что, прежде всего, это здоровье, безопасность детей, все остальное, в принципе, это приложится. Николай Евгеньевич, вот такой момент. Накануне, когда объявили о том, что будут введены эти каникулы внеплановые, очень много и в социальных сетях было. Высказывание по поводу того, что лучше бы не отменяли, потому что тут дети все сидят, грубо говоря, в одном месте в школе, а вот сейчас они все разбредутся по каким-то кафе, кинотеатрам, еще куда-то. Как вы считаете, подростки достаточно ответственны, чтобы не разбредаться никуда, потому что родители работают... Вы знаете, я понимаю ваш вопрос, но дело в том, что вы понимаете, как не бывает двух одинаково правильных мнений, как так же и здесь. Наверное, все-таки надо отвечать вопрос индивидуально каждому ребенку. Кто-то наверняка все-таки воспримет этот карантин, это изменение формы работы, скажем так, позитивно и все-таки будет соблюдать определенные меры безопасности. Но кто-то наверняка, в принципе, это как и большинство наших людей, относятся к этому скептически. Так что все зависит от того, наверное, как родители смотивируют детей, как себя вести. Ну а то, что мы, педагогик, с какой-то степени мало, наверное, можем повлиять на этот выбор и проконтролировать его, но это на самом деле так, наверное, и есть. Хорошо, спасибо большое вам за информацию. Это был Николай Целищев, директор лице информационных технологий номер 28 города Кирова, который полностью готов к дистанционному обучению. Вот, как выясняется, такая практика уже была, то есть она ни нова, ни для ребят, ни для преподавателей. Я так понимаю, что скоро будет у нас все же на связи Александр Петрицкий, начальник департамента образования и администрации города. Но я еще несколько слов хочу сказать о профилактических мерах, которые приняты в Кирове с сегодняшнего дня в общественном транспорте. Усилили санитарные меры в городской администрации, правда, это объясняют карантинными мероприятиями по ОРВИ, но коронавирус тоже относится к острым респираторным вирусным инфекциям. Все экипажи автобусов и троллейбусов получили какие-то дополнительные указания по поводу всех этих работ. Вот, после каждого рейса, насколько я понимаю, дезинфицируют поручни, ну, то есть вот все места, за которые чаще всего берутся пассажиры, а утром и вечером, то есть после окончания работы и перед работой проводится основная уборка, та, которая, ну, обычная. Вот, и, как пишут в мэрии, меры будут действовать, пока ситуация с заболеваемостью ОРВИ нельзя будет назвать благоприятной. И на связи у нас Александр Петрицкий, Александр Львович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, об ограничительных мероприятиях, которые действуют, как мы понимаем правильно, с сегодняшнего дня. Кто попал под эти меры? Какие учреждения? На сегодняшний день по рекомендациям Министерства образования Кировской области мы также рекомендовали своим общеобразовательным организациям, ну, то есть школы, с сегодняшнего дня по 26 февраля, ой, марта, объявить каникулы. Но при этом мы еще рекомендовали своим учреждениям 27 и 28 марта обучение проводить дистанционно, то есть и приступить уже к кочной форме обучения с 30 марта. Также мы рекомендовали приостановить мероприятия с массовым пребыванием людей и нашим учреждениям дополнительного образования. У нас на весенние каникулы также была запланирована работа трех лагерей с дневным пребыванием детей. Эти лагери мы тоже на сегодняшний день отменили. А частные образовательные учреждения, они получили какие-то рекомендации? Ну, частные образовательные учреждения, они к нам не относятся, к нашему видению. Александр Львович, вот смотрите, вот у нас сейчас на связи был Николай Целищев, директор лице информационных технологий номер 28. Вот он рассказал, что у них, в принципе, к дистанционному обучению все готово, такая практика уже была, то есть это не новый опыт для учителей, для ребят. Это во всех школах так или кому-то придется впервые это все опробовать? Все школы у нас уже через этот процесс проходили ранее. То есть эти технологии доступны абсолютно всем? Ничего себе. А вот то, что 30... Дистанционное обучение, это ведь не значит, что в прямом эфире прямо связывается педагог с учеником и общается с ним. То есть это дистанционная форма, это в том числе и выдача задания для самостоятельного выполнения и проверка его. А нам просто Николай Евгеньевич говорил именно про тот формат, когда... Ну, Николай Евгеньевич у нас руководит лицем информационных технологий. У него, конечно, возможности в этом направлении, ну, так скажем, больше, чем у других учреждений. А вот 30 марта, вы дату упомянули, правильно ли мы понимаем, что она условная и ориентироваться будут уже по эпидситуации? Или все же вот с 30 марта все... На сегодняшний день мы приступаем к обучению 30 марта. Если будут какие-то дополнительные указания, рекомендации, там уже будем смотреть по ситуации. А детские сады в вашем ведении находятся? Детские сады находятся в нашем ведении. Пока они работают в штатном режиме, так же ожидаем решения штаба. А один момент решения штаба, это вот то, которое сегодня с 11 часов, или потом когда-то будет тоже, исходя из каких-то, из какой-то ситуации принято это решение? Мы ожидаем сейчас решения штаба и рекомендации Министерства образования Кировской области. Но неизвестно, когда появятся эти рекомендации и решения. Нет. Мы вообще обещали сегодня какое-то решение принять. А на ваш взгляд, в детских садах нужны эти ограничительные меры? Просто мы знаем то, что смертность... Видите, детские сады все же дети у нас дошкольного возраста, самостоятельно дома они одни находиться не могут. Поэтому кому-то из родителей придется брать, наверное, больничный, у кого нет возможности оставить с бабушками, с дедушками, с родственниками. То есть тут к вопросу надо подходить немножко по-другому. Возможно, родители тоже скоро перейдут все на карантин вместе со своими компаниями и учреждениями, где они работают. Но дело в том, что дети младше 15 лет, по-моему, вообще ни одного нету случая в мире, чтобы кто-то реально серьезно пострадал. То есть там иммунитет вырабатывается так быстро, что два раза чихнул. Не могу об этом судить. А вообще ситуация в садиках по сезонным обычным заболеваниям, по рве, она сейчас насколько серьезная? Она стандартная. Стандартная. То есть никаких выдающихся показателей. То есть в прошлой неделе у нас показывали снижение процента заболевших в детских садах и детей, и сотрудников. Но на сегодняшний день, по сравнению с прошлой неделей, она стабильная, ситуация сохранилась. Спасибо большое, Александр Львович, за ваш комментарий. Это был Александр Петрицкий, начальник департамента образования администрации города Кирова. Ну, то есть вот по садикам, насколько я понимаю, ждем решения штаба. Заседание началось в 11 часов утра. Там уж что примут. Ну, насколько я понимаю, там в Москве, по-моему, и в Московской области решение было касательно школ по поводу свободного посещения изначально. Не знаю, насколько оно коснулось садиков. Ну, в садике действительно проблема. То есть если родители работают, где будут эти дети находиться, если еще нету такого замечательного инструмента, как бабушка-дедушка. То есть придется много проблем решать одновременно со всем этим. 211-101. Звоните, рассказывайте. Возможно, вы уже как-то готовите плацдарм для того, чтобы куда-то деть детей. Я не знаю, на случай, если детские сады действительно тоже все уйдут на карантин. Потому что, ну, правда, непонятно. Здесь, наверное, это должно все работать как-то в связке с работодателями. Ну да, либо уходят все, либо кто-то остается. Допустим, работающие родители и их дети в детских садах. Тогда все логично. Но, опять же, вот хотя дети и не страдают от коронавируса, но они могут быть переносчиками. Да, и перенести в свою семью, своим же бабушкам, дедушкам. Как мы знаем, то, что от коронавируса больше всего страдают пожилые люди, у которых есть какие-то сопутствующие заболевания. И вот эта пневмония вирусная, она тяжело сказывается на таком организме. Так, а у нас слушатель? Нет. А, нет. Алло, алло. Здравствуйте. Да, да, слушаю вас. Здравствуйте. У нас на связи Георгий Павлов, руководитель миссионерского отдела Вятской епархии. Здравствуйте. Здравствуйте, еще раз. Отец Георгий, какие принимаются ли вообще какие-то профилактические меры, если принимаются, то какие? Ну, вообще у нас есть официальное постановление Священного Семеновского Слава Церкви от 11 марта, в котором указаны ряд постановлений, ряд мероприятий, направленных на пресечение коронавируса. И, пожалуй, их всего несколько, этих указаний. Первое – это усиленная дезинфекция, обработка растворами, содержащими там определенные компоненты всех поверхностей в храме. В большей степени это иконы, это все то, к чему прикладывается или целуется, да, или каким-то образом выказывается поклонение христианин. Это обязательно обработка дверных ручек, поверхностей. В общем, все то, к чему может прикоснуться человек в храме. Это первое. И второе – это в некоторых храмах Вятской епархии уже практикуется. После причащения, да, это самый важный момент богослужения, причащаемся мы из одной чаши, это мы не изменяем. И от одной лжицы тоже это не меняемо, да, основное положение наше. Мы единственное, что вносим, запитие, да, которое требуется после причащения, и на разных стаканчиков, да, которые потом утилизируются. Пожалуй, это все рекомендации, которые были сделаны в патриархии для приходов. Прихожане как относятся к этим мерам? Вообще как-то высказывали они свое мнение по этому поводу? Знаете, прихожане, по крайней мере, в Кирове, ну или в области, достаточно спокойно ко всему относятся. Какой-то массовой истерии не наблюдается. Это, собственно, и мы призываем к сохранению спокойствия, потому что чем больше паники, тем меньше толку от борьбы с болезнью. А как-то общаетесь именно на эту тему, да, чтобы сдержать вот эти панические настроения в обществе? Ну, да, во-первых, у нас, собственно, проведены беседы, во-первых, со всеми теми, кто трудится в храме, да, это и служащие, да, это и, собственно, и священство в том числе, да, то есть мы знаем, что сказать, кому сказать, как сказать. Вот, да, и официальное постановление Москвы о том, чтобы мы сдерживали, принимали участие в помощи богосударству, в сдерживании, да, вот этих всех панических настроений, да, какие-то беседы проводили, да, и в первую очередь, конечно, мы совершаем богослужения, да, то есть мы молимся. В нескольких храмах у нас совершаются богослужения, например, в Кирове, да, общие такие службы о прекращении вот этой болезни. У нас есть особый чин, да, вот против таких болезней написанных. А вот сейчас люди постараются избегать каких-то скоплений людей. Можете ли вы сказать, как там ситуация в храмах, стало ли меньше людей? Может быть, кто-то предпочитает сидеть дома? Ну, относительно запретов на скопление массовое, на массовое скопление людей, во-первых, оно действует пока до 26-го числа, поэтому такие праздники важны для нас, как Верное Воскресенье и Пасха. Пока что мы надеемся, что с милостью Божию они все-таки будут проводиться уже в нормальное время, в мирное, в этот аг. А сейчас какого-то такого резкого понижения количества присутствующих в храме я не наблюдаю лично, да, то есть пока такого не было видно, все-таки наши постоянные прихожане, да, которые регулярно посещают богослужения, достаточно хорошо, да, просто относятся без паники к тому, что происходит, да, то есть какой-то паники в постоянных прихожанах не наблюдаем пока что. А призывают ли батюшки как-то тех, кто заболел, у кого есть какие-то симптомы, просто даже у РВИ не ходить на службу, там, пересидеть это время дома, чтобы не подвергать опасности других? Да, конечно, мы призываем соблюдать все нормы и рекомендации, которые высказывает Министерство России. То есть все официальные постановления, которые делаются для того, чтобы сдержать эпидемию, мы призываем соблюдать. То есть ни в коем случае их не нарушаем, никаких поблажек, никаких, может быть, там, оговорок мы не делаем. То есть все, что сказано, обязательно соблюдать в полной мере. Единственное, что если даже и прихожане, и приставок в храмах один, да, там, из-за боязни, там, массово скопления людей, служба будет сражаться в любом случае. То есть даже если не будет людей, священники исполняют свой долг до конца. Спасибо большое, отец Георгий, за информацию. Это был Георгий Павлов, руководитель миссионерского отдела авиатской епархии. И, ну вот, кировские храмы продолжат работать даже без прихожан, если вдруг, к сожалению, все же ситуация развернется таким образом, что людям вообще запретят выходить из домов и где-то собираться. Не знаю, больше 50 человек, да, последние, по-моему, ограничительные меры в столице были по этому поводу. Ну, в Австрии запретили сейчас сбор еще больше пяти людей, и там много ходит шуток по поводу семей, где больше пяти людей. Ну, так что я не думаю, что нам это грозит, по крайней мере, в ближайшее время. Будем надеяться, что вообще ни капли не грозит. Нужно отметить, что очень разумные меры ввела епархия, потому что замечательно то, что одноразовые стаканчики очень иногда разумно работают. Вот. Итак, у нас на связи сейчас Александр Иванов, организатор «Мозгобойни» в Кирове. Александр, здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот пришла информация о том, что «Мозгобойни» в ближайшего времени отменяются, и их не будет. Ну, непределенный срок они перенесены. Это так? Да, мы немного перенесли, мы не отменили, мы просто перенесли эти игры на непределенный срок. А вот скажите, пожалуйста, чем это вызвано? У нас всего два заболевших в городе, а вот, допустим, Москва, Петербург, где заболевших больше. Вот в Петербурге «Мозгобойни» не переносит. А почему у нас уже есть перенесение? Ну, я думаю, что это все-таки дело времени. Здесь мы просто немного тебя обезопасили. Все равно считаю, что какая-то гражданская позиция должна быть. Ну, мы считаем, что «Мозгобойни» в Кирове – это одно из масштабных таких мероприятий, да, заслуга в будний день. И просто, ну, как-то не принять какие-то ограничительные меры, когда в городе они принимают. Наверное, было бы, ну, неправильно. То есть сразу, как бы, хочу сказать, что мы в панике не сеем и не подвержены. Ну, просто мы решили позаботиться о своих игроках и предложить им перенести игры. Абсолютно правильное решение, я думаю. Александр, а коллеги ваши, возможно, по интеллектуальным играм или с кем-то общаетесь еще принимают какие-то тоже меры? Ну, пока я этого не видел, но надеюсь, что они последуют. Но не могу то есть вам сказать. А как участники интеллектуальных игр отнеслись к таким ограничениям? Ну, большинство это не положительно, потому что это все-таки не мероприятие первой необходимости. Если можно подождать, то лучше подождать. Просто не создавать, ну, специально такое скопление людей, где все-таки может быть какой-то зараженный человек. А нет у вас опасений, например, что вся эта ситуация окажется очень протяженной по времени и, вот, ну, грубо говоря, под угрозой окажется бизнес непосредственно? Потому что страной 12-й бизнес, мы, понятно, что теряем, как бы, денежные средства, откладываясь в игры. Поэтому я надеюсь, что это все-таки в скором времени все пройдет, но, конечно, не могу загадывать наперед. А есть ли у вас какие-то, может быть, разработки, как проводить мозгобойни онлайн? Ну, вот школы сейчас перешли там на дистанционное обучение, возможно, вы тут по скайпу будете собирать своих участников. Да, у нас есть, мозгобойни по всей России этим тоже, и даже по миру озадачено. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы уже это своим игрокам предложим. Это будет хороший досуг для карантина, то есть все собираются на кухонках и бьются кухнями между собой. Спасибо большое, Александр. У нас на связи был Александр Иванов, организатор мозгобойни в Кирове. Ну, вот, возможно, люди у нас в Кирове придумают, чем заняться на карантине. Можно будет, наконец, подтянуть свой кругозор, принять участие в каких-то интеллектуальных викторинах. Мы сейчас уйдем на рекламу, а после рекламы, надеюсь, что мы свяжемся с министром образования Кировской области Ольгой Рысевой и попробуем выяснить, закончилось ли, во-первых, заседание штаба по коронавирусу, чем оно закончилось и какие решения были приняты. Продолжаем дневной разворот, обсуждаем мы сегодня, как учебные заведения и массовые мероприятия изменились из-за коронавируса. У нас на связи есть слушатель. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Казаков Роман Николаевич, да? Угу. Я имею некоторое отношение к системе высшего образования, к РАДГУ. Да, с вчерашнего дня мы уже на дистанционное образование. Но вот мне звонят студенты из колледжей, да? И говорят, что колледжи, то есть система СО, категорически не переводят на дистанционку. То есть, в общем-то, там тоже очень много про идеи, в принципе. Школы перешли, им зачитали распоряжение, гостежи Рысевые, но выдали как рекомендация, а не распоряжение о карантине. Они учатся, тем более скапливаются массово, тем более сейчас на март месяц, насколько я знаю, во многих колледжах Днец и Петверей, то есть аншлаги висятся, что-то широко опубликовано, чтобы в итоге мне неизвестно, допустим, конечно. То есть вы имеете в виду, что они не ушли на каникулы, они продолжают ходить в образовательные учреждения? Причем мне скинули много этих скриншотов, в общем-то, что руководство, например, пишет там с зав. отделением, в общем-то, там кураторы классные, что учимся, учимся, учимся. Вещь-то на самом деле серьезная, довольно-таки серьезная. Только начало еще. Только начало. А в мае неизвестно никому. Ну вот постараемся всегда, конечно, втекть до конца эфира, связаться с Ольгой Рысевой, узнаем, почему вообще. Колледжи остались, когда школы и университет уходят. Спасибо большое, Роман Николаевич, за эту информацию. Будет нам что обсудить. Но тут, конечно, все больше и больше федеральных новостей по поводу того, что переносится и откладывается за коронавирус. Вот по данным открытых медиа из-за распространения этой болезни, голосование по правкам в Конституцию могут перенести. Если ситуация улучшится, то референдум проведут летом, а если нет, то 13 сентября, в единый день голосования. Поэтому еще, может быть, успеем разобраться, что там пытаются поменять у нас в главном законе страны. Спортивные мероприятия, видимо, отменяют. Но вот Кировская Родина, к сожалению, под эти ограничения не попала. Почему говорю к сожалению? Потому что Родина, как мы помним, закончила сезон где-то там в подвале турнирной таблицы. А финал Суперлиги, насколько я понимаю, тоже перенесли и ФХМР сегодня как раз с утра выпустила релиз, в котором говорится, что дирекция сообщает, что решение о сроках проведения финального матча Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 19-20 будет объявлено дополнительно. То есть никаких дат даже не называется. Поэтому когда будет объявлен чемпион, мы не знаем. Кстати, такая же ситуация в континентальной хоккейной лиге, там тоже приостановили розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина. До этого снялись две команды, насколько я помню, это Йокерет финский и Борыс. Борыс, наверное, да, из иностранной клуба-то наши. Да, Борыс казахстанский. Поэтому вот запретительных мер на самом деле много, но сейчас, я думаю, многие в ожидании сегодня, я не помню, когда должны заседать УЕФА, чтобы решить по поводу Евро-2020, потому что я знаю, у многих кировчан есть билеты на матчи. Ничего себе, прямо у многих. Ну, я знаю лично несколько человек, кто сейчас сидит как на иголках, потому что отменили клубные чемпионаты европейские все, премьер-лига тоже ушла, и в итоге какое будет принято решение, непонятно, но, скорее всего, понятно, но люди до конца не хотят верить, что спортивные мероприятия, которые они ждали так долго, отменят какие-то непонятные у нас помехи. На линии коронавирус, возможно, рвется к нам в эфир с детскими голосами. Да, но больше всего новостей сейчас идут про пустые полки в магазинах. Вот я такого еще не замечала в своих магазинах. Я заметила, я заметила, у меня... Каких продуктов у тебя не хватает? Вот у нас, у меня просто в районе один единственный продуктовый магазин. Это в районе Урванцево, вот он там один, большая пятерочка, будем называть вещи своими именами, и там почему-то в первую очередь пропала мясная продукция. Не знаю почему. Туалетная бумага стоит на месте, гречка на месте, а вот охлажденное мясо прям очень быстро опустил, но, может быть, это связано просто с тем, что в закромах, на складах его было мало. Я, к сожалению... Может быть, да, это так совпали бизнес, какие-то тренды, пятерочки, на самом деле. Вот, но такого, чтобы прям вот где-то опустили полки супермаркетов, именно кировских, я пока не наблюдала. У нас на связи Валентин Пугач, директор Вятского государственного университета. Валентин Николаевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Перешли ли вы уже на дистанционное обучение? Все ли перешли? Да, с вчерашнего дня университет перешел на электронную дистанционную форму обучения, мы отпустили студентов, и вот сейчас работаем по поводу организации учебного процесса в таком удаленном режиме. Что-то у нас было уже готово давно, и что-то придется сделать буквально в эти ближайшие дни. Студенты получат различные задания, студентам доведена будет информация о том, через какие электронные системы. Это прежде всего портал университета, система МУДУ, ряд других сервисов. Они будут получать лекционные материалы, задания, упражнения, задачи, которые они должны будут решать. И, соответственно, учебный процесс, не прерываясь, это перейдет в электронную дистанционную форму. Валентин Николаевич, правильно ли я понимаю, что вы были сейчас на заседании штаба? Да, совершенно верно. Состоялся областной штаб во главе с губернатором Кировской области. Присутствовали все основные службы нашей области. А какие-то важные еще знаковые решения были приняты? Ну, протокол будет опубликован несколько позже. Была доведена общая информация по поводу того, что ситуация является стабильной и управляемой. Вот я не буду говорить от имени всех решений штаба. Ну, пусть об этом говорит губернатор соответствующей службы. Я себе сделал ряд пометок по поводу мероприятий и действий сигналов и месседжей, которые я должен послать студентам и сотрудникам университета. Есть очень важная задача, чтобы студенты, обучающиеся, ответственно относились к своему здоровью, здоровью окружающих их лиц. И вот если у них появится больше свободного времени, на что я не рассчитываю, мы хотим очень максимально загрузить обучающихся учебным процессом. Но если такое время появится, чтобы они его не тратили на какие-то ненужные, неуместные сейчас прогулки или посещение массовых мероприятий, которые отменены будут, собственно, в городе и в области, ну, там, я не знаю, концерты какие-то, если они все-таки где-то могут произойти, либо там лучше не воздержаться от походов в кино, в кафе и так далее. А в общежитиях как-то будет тоже налажена какая-то работа, я не знаю, дополнительная дезинфекция? Это уже давно налажено. Это уже происходит вторую неделю. Мы резко усилили меры профилактического характера. Были закуплены соответствующие дезинфицирующие средства. Было увеличено количество влажных уборок, протирка различных поверхностей, ручек дверей, там, кнопок лифтов и так далее. Кроме того, мы рекомендовали проживающим в общежитиях, значит, те, кто живут в городе Кирове, там, либо в пригородах, либо в населенных пунктах города Кирова, могут на свое усмотрение уехать домой. И в случае, если у них там нет проблем с интернетом, тут же очень важный учебный процесс, он посредством сети интернет происходит, они могут обучаться дальше, ну, по крайней мере, до принятия решения в течение нескольких недель в таком режиме. Те, кто приехал к нам из других регионов, из других городов, ну, и тем более иностранцы, им рекомендовано оставаться в общежитиях и, соответственно, продолжить свою учебу и проживание с учетом мер усиления профилактических мероприятий. Состоится ли студвесна? Нет, студенческая весна перенесена, пока ориентировочно, на месяц. Очень расстроились студенты, они готовились последние несколько месяцев, буквально, значит, репетировали, очень много там интересных идей было озвучено. Они очень расстроились, но, тем не менее, я очень рад, что они отнеслись к этому переносу, ну, застерженным пониманием этого всего и, соответственно, никаких особых негативов это не вызвало, хотя, конечно, расстроились. Валентин Николаевич, спасибо большое за Ваш комментарий. Это был Валентин Пугач, ректор Вятского государственного университета, опорного вуза нашей области. И только что Валентин Николаевич вернулся с заседания оперативного штаба по коронавирусу. Не знаю, удастся ли нам сейчас набрать Ольгу Рысеву, чтобы, возможно, она остановилась чуть поподробнее на каких-то нововведениях. Возможно, вот ждем, и будет ли принято решение по детским дошкольным учреждениям, детским садам. А также колледжам. Ну, колледжам, да, тоже вот не совсем я поняла ситуацию. Слушатель нам сообщил о том, что колледжи ни на какое дистанционное обучение в итоге не ушли. Ну, сейчас посмотрим, две минутки, возможно, удастся дозвониться. Ну, да, может быть, кто-то может прокомментировать, кто знает, что происходит в колледжах. Может быть, вы учитесь в колледже или... Продолжаете учиться, несмотря на то, что все образовательные учреждения ушли на дистанционное обучение. Вы наблюдаете, как ваш ребенок учится? 211-101. Минуты у вас еще есть, можете постараться набрать. Но в любом случае, если мы сейчас даже не дозвонимся до Ольги Рысевой, министра образования Кировской области, я думаю, информация о том, как прошло заседание оперативного штаба, так или иначе, появится в официальных источниках. И мы об этом сообщим дополнительно. Здесь у нас в новостях в прямом эфире. Либо на сайте эхакирова.ру Все СМИ, в общем, следят сейчас за всеми новостями, обновлениями какой-то информации, что происходит, что закрыто, что ушло на дистанционную работу. Потому что это, конечно, важно и всех интересует. Ага, я так понимаю, что удалось продюсеру нашему все же дозвониться до Ольги Николаевны. Алло, Ольга Николаевна? Да, да, да. Здравствуйте. Минутка у нас буквально остается сразу. Какие важные решения были на штабе озвучены? Интересуют нас детские сады в первую очередь? Были ли приняты какие-то по ним решения? По детским садам нет. Они будут работать. Мы рекомендуем проводить там все санитарно-эпидемиологические мероприятия, которые рекомендованы Роспотребнадзором. Это и проветривание, и влажная уборка, и весь перечень мероприятий. В общем, по школам все школьники у нас на каникулы, студенты техникумов колледжей, вузов переводятся на дистанционное обучение. По массовым мероприятиям бывали? Все массовые мероприятия ограничить, отменить. И будем проводить работу с родителями, с нашими педагогами, чтобы школьники, студенты ограничили такое свободное гуляние по улице, чтобы они не болтались. Массовые мероприятия, речь идет только о тех мероприятиях, которые проводят образовательные учреждения? Нет, и образование, и культура, и спорт. То есть также попадают театры, кинозалы под это ограничение? Речь идет только о тех, кто относится к муниципальным, государственным, или частные предприятия тоже обязаны подчиниться этому? Все сферы должны подчиниться, и все организации, юридические лица, независимо от всех форм собственности, и должны придерживаться режима повышенной готовности. И до какого числа сейчас введен этот режим? Штаб работать будет в оперативном режиме, мы ситуацию контролируем ежедневно, и в зависимости от складывающей ситуации дальнейшие решения будут приниматься. Школьники пока на 10 дней с возможным продлением или переводом их также на дистанционное обучение. Спасибо большое, Ольга Николаевна, за информацию. Это была Ольга Рысева, министр образования Кировской области. Ну вот последняя информация с заседания оперативного штаба по коронавирусу. Всем мероприятиям массовым нет. Вот сейчас спросим о втором часе, как же ТЮС будет решать эту проблему, потому что действительно непонятно, и что делать нам, как без театра и без кино жить, собственно. А у нас новости и тематические программы. Первая часть на этом все.